Марго Фонтейн В 34 года Марго Фонтейн вышла замуж за панамского дипломата и политика Роберто де Ариаса. Как жена Ариаса, выдающаяся английская балерина вошла в бурный мир латиноамериканской политики. Это был необычный брак. Его не поколебали ни романы Ариаса, он устоял, и когда в результате покушения Роберто остался инвалидом. Марго Фонтейн, настоящее имя Маргарет Хукем, родилась в английском городке Рейгат 18 мая 1919 года. В детстве ее называли просто Пегги. Марго Фонтейн, она стала только в 35-м, когда ярко проявился талант юной балерины. Выразительные глаза и темные волосы Марго унаследовала от матери Хильды, в которой текла бразильская и ирландская кровь. Хильда привела Марго в балетную школу. Именно тогда крошка Пегги увидела русскую балерину Анну Павлову. Мы сидели, как говорится, под куполом и смотрели вниз. Не знаю, что пятилетний ребенок мог увидеть, а я хотела, чтобы она все увидела и запомнила. Наверное, она поняла только, что Павлова исполняет те же па, что она разучивает в классе. Думаю, это произвело на нее впечатление. Хотя, как узнаешь у ребенка? Но ей понравилось. В 1927-м Марго увезли в Шанхай, оживленный портовый город, где ее отец служил главным инженером британской табачной компании. В Шанхае она продолжала заниматься балетом. Будучи в Лондоне в 1932-м, мать и дочь увидели молодую Алисию Маркову на сцене с Эрлендс Уэллс. Марго сказала матери, вот мое будущее. Выбор был сделан. В 1933-м Хильда вернулась в Лондон ради балетной карьеры Марго. К тому времени брак Хильды распался, и она осталась вдвоем с дочерью. Марго поступила в балетную школу Уик Уэллс, и в 1934-м году, когда ей было 15, ее приняли в труппу. Школа Уик Уэллс находилась в театре Олд Уик, а затем в помещении театра Сэдлерс Уэллс. Директором театра была Нинет де Вуллуа. Она помнит, как впервые увидела Пегги Хукем, хотя точную дату назвать не может. Зал был прямо за моим кабинетом, где сейчас библиотека. А прежде там у станка занимались балерины. Помню, я открыла дверь, это был 1931-й или 1932-й год, и увидела маленькую девочку. Она меня поразила. Я подошла к преподавательнице и спросила, кто эта девочка? У станка, в конце комнаты. Там было более 20 учениц. Но преподавательница сразу назвала мне имя Пегги Хукем. Необычайно яркий талант Фонтейн заметил и хореограф Фредерик Аштон. Поначалу он доводил Маргу до слез, но затем стал ее помощником и другом на всю жизнь. С восторгом говорит о ней и танцовщик Роберт Хелпман, который был партнером Марго в годы войны. Она поражала чистотой танца и необыкновенной музыкальностью. Есть немало красивых балерин, не буду называть, скажу только, что они не музыкальные. А Марго была неподражаема, только звучала. Казалось, оно не попадет в такт, но она точно попадала. Так юная Марго Фонтейн танцевала в 30-х. Ее легендарная карьера только начиналась. Музыкальным руководителем Уик Уэллс был Констанс Ламберт, с которым у Марго был долгий и страстный роман. Именно Ламберт, блистательный музыкант, развил Фонтейн внутреннюю музыкальность, чувство ритма, открыл перед ней богатый мир литературы. И, как вспоминала Марго, она оказалась в нужное время в нужном месте. Мне повезло, у меня все получилось сразу, потому что были возможности, каких не было у других балерин, которым приходится ждать своего часа. А я попала в струю. Британский балет только начинался, и меня просто вынесло на гребень. В этом мне повезло. Родись я на 20 лет раньше, у меня не было бы такой возможности. А на 20 лет позже пришлось бы дольше ждать. В карьере важна удача. Это не моя заслуга. Я оказалась в нужное время в нужном месте. В мае 37-го, будучи с театром в Кембридже, Фонтейн на одном из приемов танцевала ромбу со студентом из Латинской Америки. Это был Роберто Тита де Ариас, сын президента Панэ. Марго вспоминает, что на следующий день ей казалось, будто у нее вырос. Она страстно полюбила Ариаса. Позже Марго писала, юное сердце так уязвимо, любовь приносит много страданий. В 38-м Ариас и Фонтейн снова встретились в Кембридже, а в 39-м в Париже. Но Марго решила, что эта страсть не должна помешать ее карьере. Однако она не порвала отношения с Ламбертом. Брак Ламберта распался, но их связь оставалась для всех тайной. Ламберт был заворожен сочетанием в Марго сдержанности и чувственности. Она казалась ранимой и в то же время недоступной. Впервые Ламберт открыто выразил свои чувства к Фонтейн в 38-м году, когда оркестровал для нее балет «Гороскоп». Отношения Фонтейн с Титой Ариасом прервались в 39-м, когда началась война. Войска шли на фронт, а труппа Вик Уэллс продолжала свои гастроли. В мае 40-го труппа оказалась в Голландии. Однако через неделю труппа вернулась в Англию. Начался гитлеровский блицкрик в Западную Европу. Голландия была оккупирована в считанные дни. Бросив костюмы и декорации, артисты бежали от передовых частей немцев. Но нападение на Британию не помешало балету. Теперь Уик Уэллс выступал в Нью-Театр, ныне Олбери, и публика не покидала зал даже во время воздушной тревоги. Лондон горел, но Фонтейн и Хелпмунд продолжали танцевать. Спустя 30 лет Фонтейн вспоминает те дни. Да, публика горячо принимала нас, вероятно, потому что это резко контрастировало с тем ужасом, тоской и унынием жизни вне театра. Мы работали на сцене Нью-Театр в Лондоне и в небольших провинциальных театрах, и везде возникал контакт между публикой и артистами. Мы трудились без устали, отдавали все силы, и спектакли имели грандиозный успех. В годы войны Фонтейн стала кумиром британской публики. Ее роман с Ламбертом остался в прошлом. Он стал безнадежным алкоголиком. Но Фонтейн ценила все, что Ламберт сделал для нее. В 1945-м труппа Уик Уэллс отправилась на гастроли, высвобожденную от фашистов Европу. В Париже Фонтейн встретила блестящего молодого танцовщика и хореографа Ролана Петти, который оказал огромное влияние на ее творчество. Я пошел посмотреть на нее. Она танцевала в Шамп-Элизе. Помню, они исполняли с Робертом Хелпманом «Падеде и щелкунчика». Увидев ее на сцене, я был потрясен. Думаю, это потому, что я впервые увидел балерину такого дарования. Во Франции много прекрасных балерин и танцовщиков, да и во всем мире их немало. Но у них нет того, что было у Марго, что отличало ее от других артистов балета. Обладая невероятным внутренним темпераментом, Марго сгорала в танце. В ней словно билось какое-то пламя. В конце 40-х Ролан Петти поставил для Фонтейн несколько балетов. В мемуарах она написала «Мы испытывали глубокое, но невинное увлечение, одновременно питаемое его буйным воображением и моим сдержанным классицизмом». После войны Сэдлерс Уэллс Балле начал постоянно работать в Ковенгарден. Фонтейн пришлось осваивать новую сцену, чтобы ее могли видеть со всех мест этого огромного зала. Партия Авроры в «Спящей красавице» принесла ей огромный успех. Она закрепила его в симфонических вариациях, где танцевала с юными Мойрой Шерер и Фионой Мэй. У Фонтейн появился новый партнер – Майкл Сомс. Я был как мотор лифта, который никто не видит. Она была на виду и привлекала внимание публики. Получалось, что танцует только она, а я ей лишь помогаю. Фонтейн долгое время работала с неприметным Сомсом. Особенно ярко она проявила себя в жароптице. Сосредоточенность Фонтейн, необыкновенная элегантность и точное следование музыки были отличительными чертами ее танца. В 1949-м, когда Фонтейн исполнил цыть, она вала Америку. В Метрополитен-Опера, в Нью-Йорке и Троэли такой она еще не слышала. Съемки 1949-го года показывают, как отдыхает труппа, поднявшаяся на пик славы. Марго прекрасна. Широко поставленные глаза сияют. Взгляд живой и умный. Американская критика очарована. Гастроли по Штатам и Канаде потрясли континент. Где бы ни появлялась трупа, Фонтейн окружали толпы поклонников. Кинозвезды, такие как Кэтрин Хэбберн, мечтали познакомиться с ней. В автобиографии Кэтрин писала, «Мой успех в Америке можно сравнить лишь с успехом Марго Фонтейн, которая всегда оставалась для меня загадкой». Члены труппы были потрясены контрастом между богатой Америкой и бедной разоренной Британией, которая с трудом залечивала военные раны. Профессия требует жесткой дисциплины, и когда выпадает случай, артисты не прочь расслабиться, как во время непредвиденной остановки. Марго обладала хорошим чувством юмора. Она никогда не строила из себя балетного идола. Марго вновь встретилась с Титаде Ариасом осенью 54-го, когда опять гастролировала в Америке. Но теперь у него была жена и трое детей. Ариас взял Марго в осаду, и она почувствовала себя в ловушке. Для нее не было ничего важнее балета. Всю душевную теплоту она отдавала престарелой матери. Карьера для Марго всегда была на первом месте. В самый разгар их отношений она сказала Тита, что не хочет иметь детей и не намерена менять свой образ жизни, к которому привыкла. Она опасалась политических амбиций Ариаса. Если он станет президентом, она из преми-балерины превратится в английский вариант аргентинки Эве Перрон. Марго Фонтейн и Тита Ариас заключили брак в парижском посольстве Панамы в феврале 55-го. Камеры работали вовсю. Марго считалась национальным достоянием, и ее свидетелем был сам британский посол Гледвин Джеб. За несколько дней до свадьбы Марго исполняла романтическую партию Хлои в балете Дафниса Хлоя. В честь предстоящего события собратья по сцене осыпали ее лепестками роз. В тот же день она танцевала в жар птицы, сильное, неукротимое создание, которое трудно пленить. Похоже, это относилось и к самой Фонтейн. После свадьбы и медового месяца Ариас занял пост посла Панамы в Лондоне. Марго стала блистательным украшением дипломатического корпуса. Она понимала, что теперь ей придется играть две роли. С ролью жены посла она справлялась прекрасно, но важнее была роль примы-балерины вновь образованной труппы королевского балета. С королевским балетом она могла объехать весь мир и участвовать в спектаклях зарубежных трупп. Так Марго вошла в круг не слишком уважаемого, но влиятельного британского истеблишмента. Ее наградили орденом Британской империи. Почетную докторскую степень в области музыки она получила от Оксфорда. В апреле 1959-го Марго и Ариас отправились в Панаму в двухнедельный отпуск. Но оказалось, Тито готовил революцию, которая потерпела фиаско. Марго обвинили в перевозке оружия и арестовали. Ариасу удалось скрыться. Затем Марго депортировали. На встрече с прессой она продемонстрировала удивительное самообладание. Во всех газетах вас представляют как ярую революционерку. Это их дело, пусть пишут. Но вы ведь принимали участие в подготовке этого переворота. Что скажете? Что вы хотите от меня услышать? Скажите прямо, и я отвечу. Я решу, что сказать. А то ходите вокруг да около вас, трудно понять. Что вы думаете о случившемся? То, что случилось в Панаме за эти 10 дней... Вы были в тюрьме? Да, я оказалась в тюрьме. Но именно об этом я не хочу и не буду с вами говорить. Марго танцевала и оплачивала из своих средств амбиции Тита. Но вскоре в ее жизнь ворвалось нечто свежее и не... В 1961-м королевский балет гастролировал в Советском Союзе, а кировский балет в Париже. И в аэропорту Орли блистательный солист кировского балета Рудольф Нуриев совершил свой знаменитый прыжок к свободе. В феврале 1962-го началось легендарное партнерство Фонтейн и Нуриева. Фонтейн было уже 42. Сотрудничество с 23-летним Нуриевым дало мощный толчок ее творчеству. Впервые они появились вместе в Жизеле. Нистовый Нуриев заряжал энергией, сдержанную Фонтейн. Это помогло ей найти новые краски и придало ее танцу чувственную силу. Постепенно роль танцовщика в балете становилась более значимой. Теперь не только балерина властвовала на сцене. Фонтейн позже вспоминала. Мне кажется, нам обоим это пошло на пользу. Меня беспокоило, как я выгляжу рядом с таким молодым, блистательным танцовщиком, чьи прыжки буквально завораживают публику. Никто и не посмотрит на меня. И он тоже почему-то думал, она известная балерина, никто и не посмотрит на меня. Таким образом, нам обоим казалось, что мы находимся не в лучшей форме и недостойны друг друга. Но это и было хорошо. Были ли Фонтейн и то, что Нуриев был геем? Однако в их танце чувствуется подлинная страсть. Это осталось и в памяти, и на пленке. Их отношения были сложными и глубокими. Но это очень раздражало Тита Ариаса. Тита продал дом в Лондоне и какое-то время жил в Панаме, совмещая политику с любовными романами. Но он все больше зависел от денег Марго. Именно поэтому Ариаска возросла с той летотли, поползли слухи о надвигающемся разводе. Марго продолжала по-прежнему регулярно бывать в Панаме. Но новости, поступающие оттуда, беспокоили ее мать. Все говорят только об этом. И хотя в Пансе шофер брата Тита смеется, рассказывая нам, что все в гараже боятся брать машину Титу, опасаясь, что в нее заложена бомба для Тита. Бомбы не было. Бывший союзник Тита выпустил в него пять пуль. Однако причины покушения не были политическими. У Тита был роман с женой незадачливого убийцы. Марго вылетела в Панаму, где ее муж боролся за жизнь. Тита парализовала. Он просил, чтобы ему дали умереть. Марго держалась стойко. Вопреки возражениям семьи Тита, она увезла его в Англию и поместила в госпиталь. Лечение продлилось два года. Оставшуюся жизнь Тита провел в инвалидном кресле. Марго исполняла новую роль. Нежной, заботливой и преданной жены. Но, несмотря на то, что она танцевала, теперь изменник Тита стал узником любви Марго. И глаза говорят правду. Уверенность в своих возможностях обеспечили Марго Фонтейн невероятно долгую карьеру. Стой, стой, не торопись. Стой, стой. В 1970-м ей исполнилось 51, и она в последний раз появилась в Жизеле. В июне 79-го Фонтейн последний раз танцевала с Нурриевым после полуденной отдыха Фавна и видения розы. В том же году Марго танцевала «Видение розы» с Михаилом Барышниковым для телевизионного сериала под названием «Магия танца». В Лондоне Фонтейн посетила дом кумира ее детства Анны Павловой. Прекрасно, что музей Анны Павловой открыт каждую субботу. Сохранились некоторые из ее костюмов, старая швейная машинка, украшения, в которых она выходила на сцену. А вот ее туалетный столик, которым она пользовалась в 2010 году, во время первого лондонского сезона. В 1984-м Фонтейн и Ариас купили ранчо в Панаме. Марго опекала мужа и ухаживала за скотом. Жизнь была простой, но она наслаждалась ею. Ее мать скончалась в 1988-м. Марго уже была больна раком, но скрывала это от всего мира. Большую часть счетов за ее лечение оплатил Рудольф Нурриев. Тито Ариас умер в 1989-м. Уход за ним поглотил все сбережения Марго Фонтейн. В мае 1990-го королевский балет дал гала-спектакль «Ромео и Джульетта», учредив фонд помощи Фонтейн и стипендии молодым артистам балета. Это был ее последний поклон в Ковенгарден. В 1991-м году смерть избавила Фонтейн от невыносимых страданий. Она лежит рядом с Тито Ариасом. Она вышла за него замуж, оплачивала его политические авантюры, терпела любовные похождения, но не рассталась с ним. Марго Фонтейн любила Роберто де Ариаса, но ее самой большой любовью несомненно был балет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова